Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, насколько полезно читать апокрифы? Я так думаю, что неподготовленному человеку, человеку без богословского образования, человеку, который не привык работать с источниками серьезно и с комментариями святоотеческими, богословскими, историческими, лучше вообще никакой еретической книги в руках не держать. Это только смущение для ума, повод для неоправданного возрастания гордыни, что вы что-то такое узнали, чего другие не знают, ох, смотрите, какое я совершил открытие. Давайте не будем забывать, что апокрифы христианские такие же древние, как и евангельские тексты. Поверьте, что за две тысячи лет церковь не только разобралась со всеми этими текстами, которых не так много, не только церковь, но и историческая наука, и вне церковная наука, и все они разобраны до запятой. Если бы там действительно было что-то прям серьезное, из ряда вон выходящее и опровергающее Евангелие или послание апостольское, или деяние, и вообще всю церковную историю, то уж это бы точно было бы уже давным-давно, знаете, изложено как-то, всерьез описано, людьми принято, и у церкви, и у Евангелия были бы огромные проблемы с этим. Но нет, пока что, несмотря на то, что люди раньше, в прошлые века гораздо серьезнее, чем мы сейчас, поголовно, особенно в христианских цивилизациях, изучали эти тексты и прекрасно их знали, и при этом ничего такого сверхъестественного и нового для себя оттуда не вынесли, то и уж тем более нам, мало чувствующим, мало знающим, к сожалению, мало понимающим, еще меньше понимающим, и мало образованным, и древних языков не знающим, эти тексты ни о чем не скажут, только, знаете, как какой-нибудь, да, на телевидении какая-нибудь передача, которая для развлечения, ничем не подкрепленная, будет вам рассказывать о том, что вы знаете, есть такие духовные открытия, да такое, это все вранье и развлекаловка для простодушных, вот, не будьте такими простодушными и идите за церковью, которая накопила огромный багаж не только веры, но и знания за две тысячи лет своего существования. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...